Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем разговаривать на такую тему, как государство и народ. С нами Мурзин Александр Алексеевич. Он является активистом национально-освободительного движения города Иркутска. Добрый день, дорогие зрители! С нами Алиса Разиевская. Разиевская тоже является активистом Аннода. Благодарю вас. Я хотела бы задать вам такой вопрос. Как вы считаете, какова роль народа на данный момент в нашем государстве? Хороший вопрос, особенно в тот момент, который сейчас происходит. Происходят изменения небольшие. И получается так, что народ сейчас нужно подразбудить большую часть. Половина людей живут своим днем. И так сказать, работа, дом, семья, какие-то проблемы возникшие и так далее. Но хотелось бы обозначить такой момент, что мы же все-таки частичка нашего государства. Каждый человек является полноправным, свободным человеком, гражданином нашей страны. И по сути, пусть он живет спокойно, пусть у них все будет хорошо дома и на работе. Но хотелось бы так людей разбудить в том смысле, что не просто так. Вот смотрите, например, почему у нас сейчас ведется эта программа. Значит, у власти наш президент Владимир Владимирович Путин уже почти на 20-й год. А у нас сейчас тема возникла. И посмотрите, Владимир Владимирович сейчас какие-то изменения пытается сделать в правительстве. Но не просто, а также все-таки. И у всех есть какие-то надуманные, какие-то информационные понимания свои, внутренние. Они знают что-то свое. Но мы для этого и с вами, чтобы как-то вас направить, может быть, объяснить. Как-то, чтобы вы поняли, почему мы здесь с вами. И вот в этом и заключается наша роль. Роль народа. Роль народа поучаствовать в этом во всем в помощи. То есть, мы хотим подсказать, что здесь является как бы правдой или неправдой. Чтобы вас заинтересовать, чтобы вы немножко поняли этот момент и уже дальше проявили себя. Может быть, с нами. А вы могли бы поподробнее чуть-чуть рассказать, какие изменения происходят? И почему люди, как вы их называете, спящие, спят в данный момент? У них есть... Да, хороший вопрос. Значит, у них есть просто свои. Значит, свои какие-то семейные обязательства. Вот они живут, живут. И тут возникает момент. Что же происходит? Ведь что-то произошло сейчас. Значит, Путин выступил перед людьми. Потом, значит, мы слышали, да, все, что и вы слышали, что идут конституционные изменения, которые могут возникнуть. Но наш президент, он не может один это сделать. И нам нужно ему помочь. Помочь в этом плане. Объединившись, мы должны, народ, понимая какую-то задачу, согласиться с президентом. Но для этого нам нужно знать, ведь мы объясняем, посмотрите, что происходит в стране. И, например, почему происходили те или иные реформы, да? Они зависели ведь не напрямую от президента. И вот мы хотим вам объяснить, почему. То есть, есть конституция в нашей стране, на которую опирается президент. Вот. И в этой конституции есть определенные пункты, которым подчиняется не только, ну, в общем, наш правитель и все остальные уже линейки. Там есть определенные пункты, которым он должен был им подчиниться, их определить, сделать. Они произошли. В реформе, значит, сейчас, которая произошла, у нас поднялся пенсионный фонд, НДС, как вы все знаете. Конечно, нам проще говорить потом. Мы не всегда, бывает, разбираемся сразу, но разобравшись, разобравшись потом уже, мы говорим об этом сейчас. И вот здесь, здесь. Ведь поймите, на самом деле, НДС поднялся, это значит, поднялась цена на какой-то продукт, да, на какую-то покупаемую вещь, да, и все стало повыше. Это не важно, там, отчисления какие идут, важно, что продукт стал выше по цене. Пенсионный фонд, смотрите, он поднялся, поднялся не только в нашей стране. Это значит, это значит, что наш президент не мог повлиять на другую страну. Значит, здесь есть какой-то момент, который правит несколькими странами. То есть, получается, получается, что в нескольких странах поднялся пенсионный фонд. Причем тут Владимир Владимирович, да, как бы отчасти. Он президент, он принял какие-то правила. А возраст, поточнее, вы можете нам сказать по поводу того, как подняли пенсионный возраст? Друзья, это у нас проба нашего НОТ-телевидения. С вами были Иркутяне. Привет-привет. Спасибо нашим ребятам. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok